Справа у нас домик деревянного типа, нохоташка, который уже больше полвека. Вот доехали, получается, до поворота на аэропорт. Справа какая-то впереди стройка грандиозная, куча стройматериала. Район Белое озеро. Сейчас будем выезжать постепенно на Намский тракт. И впереди нас ждет ужасный участок, там раздолбали всю дорогу, идет какой-то ремонт. Сейчас будем потихонечку пробираться. Щебень, камни, песок, все как мы любим. На этом участке очень много пыли. Разумеется, чем бы вы ваши цепи не смазывали, когда катаетесь по такому дерьму. Хоть парафинь, хоть не парафинь. А срок работы любой смазки сокращается в разы. Крутить педали по этим ужасным дорогам уже надоело. Хотя мы только выехали из города. Пробежимся по ценам на топливо. Дистопливо у нас 75 рублей 50 копеек. 98-й бензин 62 ровно. Ниже 95-й, 57-й, 50-й, 92-й, 56-й, 50-й, и 80-й, 80-й, скупа там. 80-й, 50-й рублей 45 копеек. Ну, кое-где дистопливо уже 77 с лишним стоят. А в 2021-м дистопливо стоило 67 рублей. Этот участок еще больше разбит, понятно все. О каких улучшениях дороги можно даже не думать. Доехали мы до Мархи. Уходим налево. Белая целка. Раньше японцы знали, что такое стиль. Так, закончилась граница нашей столицы. Всего у нас маршрут где-то около 25-ти километров. Мы точно померяем по велокомпьютеру. Из города, когда выезжали, было 1003 километра. Ну, тут тоже все раздолбанно, ремонт идет. Хорошо бы здесь 4-х полоску тоже сделать, да? Хорошо бы дорогу сделали бы, а? А? Дорога это что такое? А? Дорога это что такое? Это что-то ровное, да? Это то, чего нету в городе. Но все об этом говорят. Слушай, все разбито, вообще ужас. Теперь я понимаю, почему так тяжело из Житая уехать в Якутске, наоборот, из Якутска Житая. Дороги отсутствуют. Закончилась у нас марха. Дорога до сих пор не началась. Вся дорога уничтожена. Одно название дороги осталось. Продолжаем наш путь в Житай. Европейские бренды уходят, покидают нас. И на смену им приходит китайская техника. А дороги так и не едем по раздолбанным каким-то дебрям. Кусок новой развязки. В том году его не было. Летом в том году его не было. Вот у нас поворот на тех участок. По этой полосе запрещено ехать. Она только для съезда и для заезда. Ветер ужасный. Закончилась у нас марха. Появилась дорога. Ну и появился здесь на открытой местности очень сильный ветер. Он дует с того направления туда. И мешает нам ехать. Местное время 9 часов 40 минут. Нам ехать еще чуть-чуть. И осталось у нас до начала учебы 20 минут. А здесь здесь топливо уже 77-20. А 92-57. Так, там еще 98-го. Так, вот наш поворот. Почти доехали. 60 км в час максимальная скорость. Нарушать не будем. Поедем медленно. Нам направо. Поселок Речняков-Жатай. Покарим всем, что мы направо ходим. Все, с трассы мы сошли. Теперь едем уже по поселку Жатай. Сейчас доедем до Стелла с якорем. Поверем от него направо. И как раз дорога выведет нас на контору Жатайского завода, где мы будем проходить учебу. Слева у нас Жатайское кладбище. Теперь ветер после поворота у нас уже не прямо в лицо, а с левой стороны. И ехать легче. И можно повыше скорость поставить. А вон там видны емкости нефтебазы. Якутская. О, класс. Можно ехать 30-ку. Закатываем потихонечку в поселок. Потихонечку все строится. Этого не было еще пару лет назад. Был только вот этот павильон и все. Вот тут засыпали, будет что-то строить. Наверное, высотки какие-нибудь. Жатая тихо всегда, спокойно. Шума нет, гамма нет. В центре такой тишины не существует. Даже по выходным. Когда все на дачу уезжают. Осталось совсем чуть-чуть. Впереди уже видна развилка, на которой мы пойдем направо. Уходим направо. Нажетайский ревозавод. А налево у нас Якутская нефтебаза. Все, и мы сейчас прямо выходим на здание конторы. Аргон вроде прикольно. Надо попробовать заказать. Не знаю, сколько они стоят будут. Они по типу это, по дизайну, как твой физик. Только немного материалом отличаются. Сзади машина. Какой закономерность я заметил. Физик с вырезом зайдет, да? Ну. Его весной желательно не использовать и осенью. Холодно, да, убирают. Да, примерно. Как раз лето проведет, когда я расширюлюсь. Куру. А такого нет, как у тебя физик, только закрытый, без дырки. А, здесь такие дровины. Дырка закрыта, но там маленькая сеть есть. Тоже продуманная гонолика. Фу, жарко стало, ветра нету. Ветер весь на трассе. Ух ты, прикольный квест. Так как-то пройти. Вот, блин. Надо где-нибудь доску стырить и доску положить. Машины, на которых катаются реченьки. Почти все японцы, кроме одной. Вон той черной. Да, тот еще хвыск, конечно, сюда, братцы. Ух ты, тот еще и железный. Лестница, как будто это трав. Собака. Нашли место, которое искали. Называется Ивушка. Здесь взяли выпечку. И возвращаемся теперь в город. Все, мы все свои рабочие дела в Житай сделали. Покидаем Житай. До новых встреч. Мы сюда еще вернемся не раз летом. А пока едем обратно в Якутск. Ага, большое, да. Разберем колесо, посмотрим камеру по крыше. Ну давай разберем. Либо я поймал опять какую-то фигню стальную. Либо камера говно. И вот здесь в районе соскана не держу. Сейчас проверю. Ага, вот они пузыречки. Также я скучаю по хукам. Лучше хуков никаких покрышек нет. Называется поставил и забыл. Ну да, все, везде камера целая, только вот в одном месте. В одном месте она у меня тут шипит. Вот она. Как у меня эти гревелы дороги. Вернусь-ка я нахрен опять на МТБ. Поставлю свои хуки и буду спокойно кататься. А не вот это вот. Каждую поездку искать, где что проткнулось, где что случилось. Новая камера, вот только сегодня поставим. Гревелы хуйня. Короче, вот так вот весело выкатаемся. Тут покрышка валяется, колесо разубрано, цепь снята. Автор замечательный велосипед. И вот такая мелкая, поганая, хреновина. Маленькая такая стальная штука, как иголка. Она где-то миллиметра четыре. Вот она проткнула, мы ее кое-как вытащили. Хорошо с собой плоскогубцы были. Вот эта мелкая стружка стальная. Четыре миллиметра пробила мне по крышку с камеры. Это Би-би-би. Весело тут у нас. Зато еды полно всяко разной. Есть джем, есть такой. И он тут еще кучу. Керчатку пока нафиг снимем. Я тут же сначала вот с этими же делал. Руками лучше двигать, руками. Я руками не умею. Хочешь попробуем? Поэтому когда люди говорят, да я любые по крышке ставлю, то люди любые ставят кевларовые по крышке, но не стальные. Видишь? Пальцы можно ставить. Там пруд стальный. Вот они не получаются, они легче вставляются. Тут можно и эти-то сломать по тупости даже. Монтажки. Держишь так? У нас были, кстати, у нас были самые говняные покрышки, которые весь город поставить не мог. Это панарейсеры. МТБшные. А их, короче, реально никто не мог поставить. Сломали все заплатки и потом стальными кое-как их воткнули. Это как раз, по-моему, первая покупка была этих панарейсеров. Не помню, сколько у сайта, может быть, с чайника. Значит, короче говоря, вот с чем можно столкнуться, да? Да. Так хочется их просверлить. Вообще дико хочется просверлить. Козел же придумал какой-то этот веломипель, а? Ой. А где это? Да, не крутил, да? Весело тут у нас, весело тут у нас. Тебя нету этого? А, нет, я не крутил. Сейчас бы я не отказался. Я так понял, что в таскай. Сейчас бы я не отказался. Который не подогнал. Кого? Который подогнал, что в таскай. А, так, куда я его там засунул? Мы только что закончили решать проблему с моим задним колесом. Поймал я туда кусок стального прута длиной 4 миллиметра. Вот, мы, получается, его вытащили. Сделали заплатку, самоклейку. Поставили обратно камеру и едем дальше. Неприятненький боковой ветерок тут есть. Ну, и тут дороги все уже нету. Заезжаем в город. А в городе у нас дорог нет. Поехали справа. Там по асфальту невозможно ехать. А я тоже сам. Да. Второй профессиональный. Дороги это то, о чем все мечтают. Но то, чего никто никогда не видел. Наша поездка сегодняшняя подходит к концу. Накатали мы 41 километр. Будем считать 40. Это туда и обратно 40 километров. Был сильный ветер. Он до сих пор сильный. Сдувает, мешает крутить. Вот. Мьюзик остался в кафе. Есть кафе в Досаафе. В которой по советским стандартам варят борщи, гороховые супы, гречку и прочее. Ну, а я поехал домой. У меня завтра рабочий день. Надо готовиться. И плюс у меня целый рюкзак выпечки сжатая. Надо распаковать. Она горячая. Чтобы не испортилась. Все. Можно сказать, что летний сезон открыт. Правда, далеко еще до лета нам. Ветер сегодня ледяной, северо-западный. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok